Когда я только вышла из ГИКа, я, конечно, была очень выпендрежная, и мне, конечно, нужно было работать только с Тарковским. А в какой-то момент я поняла, что ничего не умею, и тогда стало вопрос тренировки, ты просто играешь в гамму, просто играешь и играешь. И наоборот, страх, что ты, а вот придет фильм, а вот придет Тарковский, а ты ничего не умеешь. Значит, так, план. Отбарабаним реабилитацию, возвращаюсь домой. Иногда во время просмотра или рабочей встречи кто-нибудь из продюсеров роняет фразу о том, что у нас, кстати, новый проект про пришельца, который в 83-м году с космонавтом спускается на Землю. Так, понятно такое. Интересный материальщик, так. Проходит какое-то время, Мейнроуд начинает присылать концепты, мы читаем сценарий, мы уже в материале, и мы понимаем, что в очередной раз попали в такую тусовку, где все делают невозможное, где все делают что-то такое, чего не делал никто до этого. Задача специфическая. Никаких умений, никаких навыков, никаких техник. Я всегда бздю перед каждым проектом. Бздю как... бздю к последней. Было ощущение, естественно, какого-то страха, непонятного. Вот ты же как бы в первый раз сталкиваешься с этим совсем. В том, долгий период грусти. Мы же сначала выбрали очень сложную позицию. Мы хотим чего-то небанального и сразу. И вот хотим что-то невероятное. Ну и потом мы ее снизили, потому что не получалось сразу невероятное. У меня есть ощущение, что я когда видела вот эти большие амбиции, мне казалось, что там все достаточно понятно, нарисовано. Я не понимала, как туда можно сделать что-то необычное. И поэтому мне казалось, просто надо сделать клево и эмоционально. Мы хотели достичь того, что уже кинематограф достиг в этом времени. И попытаться воплотить вот хотя бы так же, как, не знаю, чужой. Это невероятные работы, которые всем известны. И даже подсознательно люди не так насмотрены. Они слышали эти звуки, они как-то понимают, что это тварь, она так должна звучать. Начинаешь смотреть какие-то референсы хотя бы для себя искать, какой-то язык. Подготовленный человек, профессионал, вот у него там много референсов в голове. И он так, он уже в каких-то как будто рамках. А есть, не знаю, человек, вот он пришел с улицы, смотрит такой, а вот, а может быть, вот так? И все-таки, о, ничего себе. А мы об этом не подумали. То есть, чем больше погружение, тем ты понимаешь, что сложнее отойти от некой клишейной формы и придумать что-то совершенно новое, невообразимое. Когда ты погружаешься в работу над фильмом, то он для тебя состоит из разных кусочков, как такое лоскутное одеяло, которое ты должен сращивать вместе, ты должен находить между ними баланс. У меня не было какого-то очень сложного процесса, я думала уже о конкретных задачах, о том, как сделать тело, лапы, то есть все, что можно сделать на синхронных шумах. Вот голос — это самое тяжелое. Из этого же все строится. Нужно было найти что-то уникальное, и не хотелось идти к трещоткам. Перебирали разные штуки, вот наткнулись на доксофон. Интересно был этот доксофон через вот эту вот трубку, да, гитару. Он еще больше становится управлением. Мало того, что ты смычком ведешь, да, меняешь интонацию, так и ты еще ртом помогаешь этой трубкой. Мы пробовали визжать девчонками, назвала Лану, назвала девчонок, и прям истошно визжали. Казалось бы, простые какие-то материалы, которые встречаются все в жизни, взаимодействуя с друг другом, дают какой-то непохожий звук. Скотч для взвизгов, вот пена для бритья, какие-то… Пена для бритья интересная, да. Да, она клево звучит. Ей можно управлять. Мы еще что-то пробовали. Самое неожиданное, что ты принес эту лаву какую-то химическую, которую она с дико обломала, за которую ты отдал тысячу рублей. Там, ты знаешь, много чего было. Задачи, которые стоят перед сундизайнерами, или монтажерами голосов, или микс-инженерами на разных фильмах, они становятся общими. И все стараются их решить. Если у Леши Кобзаря не получается пришелец три месяца, блин, это и моя боль тоже. Мы сначала долго искали кричащие звуки, а потом Егор сказал, нет-нет-нет, давайте он будет тихий, совсем тихий. И вообще он-то за стенкой же, за вот этой бронированным стеклом. Не хватало чего-то связующего. Были классные идеи для одних нюансов, для вторых нюансов. Вот для вот этого вот тоже неплохо. А не было связки. И мы стали искать эту связку. Нужно было решить, что он еще издает, когда, ну, просто молчит. Чем можно показать молчание? И тогда уже появились идеи о дыхании каком-то. Какое это может быть дыхание? И только когда всплеск его эмоций, только тогда появляется его голос. Начали перебирать, ну, от самого простого дыхания просто в микрофон. И с зажиманием руками, там, чем угодно, рот и нос, чтобы как-то его исказить. До потом уже каких-то предметов, чашек, банок, трубок. Мы даже приглашали актера, который нам дышал прямо в скафандре. Ну, чего-то не хватает слишком банально. Дальше попробовали давайте в трубке дышать. В одну трубку дышали, во вторую — большие, маленькие, худые, тонкие. Блэйдраннеры, там, опускали голову прямо в воду. Там такая съемка по интернету ходит, что там сам звук крыштер, значит, опускал голову в воду и там булькал. И у меня была навязчивая идея окунуть как заря в воду, и чтобы он там из трубок подышал то-се. И это было вот прям... Я знала, что я сама этого делать не буду. А что, если в диджериду подышать? Подышали в диджериду. А давай с водой в диджериду подышим. Давай. Ну, тоже как-то что-то не хватает. Потом взяли и все это к одной банке большой канистре, присобачили много разных трубочек, и тут вот уже такое вау, такое оно многослойное получилось дыхание. оно как-то рассинхронилось все. Костя. Костя. Семирадов, моя фамилия, требуется ваша консультация. Ужинали давно? Не помню. Часа четыре назад. Что это такое? Я не знаю. Ну, что-то явное не место. Хотите под ее познакомиться? Вытаскивайте ее! Не надо мне рассказывать, что эта тварь с соками вишнякова питается. Вы чем ее кормите? Свиньями? Я все ощущаю и все помню. Все, что я видела, она остается. Помоги мне, Таня. Кто будет его контролировать, тот и победит. Это все, что вас волнует, да? Оружие? Вы должны научиться контролировать. Я знаю способ, как вас ждать. Тебя не опасно. Она вам не пришлась. Ты не герой, я. Ты мне что-нибудь придумал. Я найду выход.